Всем привет, дорогие друзья! Хотела до Нового года снять несколько видео с оформлением тортов, именно зимних, новогодних тортов, но чувствую, что я не успею все это сделать, поэтому объединю в одном видео все элементы декора, которые я бы хотела применить для своего новогоднего или зимнего торта. Возможно, какой-то вариант понравится вам, и вы его сможете использовать в оформлении своего новогоднего десерта. Начнем мы с шоколадных шишек. Вы их видели в предыдущем видео. Шоколадные шишки можно сделать как из мастейки, так и из пластичного шоколада. Именно из него я их и сделала. Для пластичного шоколада мне нужен был темный шоколад. Я его растопила в микроволновке. Можно это сделать и на паровой бане. Главное, не перегрейте шоколад, иначе все испортите. В растопленный шоколад добавляю глюкозу. На 100 грамм шоколада, любого шоколада, нужно 30 грамм глюкозного сиропа. Он продается в любом кондитерском магазине, но можно еще пластичный шоколад сделать с добавлением меда. Но здесь немного другие пропорции. На 100 грамм шоколада 25 грамм меда. После добавления глюкозного сиропа лопаткой перемешиваю аккуратно до тех пор, пока масса не станет похожей на мягкое-мягкое тесто. Затем шоколадную массу переношу на пищевую пленку, заворачиваю и оставляю при комнатной температуре примерно на 2-2,5 часа. После чего пластичный шоколад готов к работе. Для шишки беру кусочек желаемого размера, скатываю его и насаживаю на деревянную шпажку. Она у нас будет служить в качестве вспомогательного инструмента. Придаем каплевидную форму и у основания шишки под углом делаем надрезы маникюрными ножницами. При том, что у основания надрезы будут такие широкие, большие, а к верхушке мы будем их уменьшать. Надрезы делаем в шахматном порядке, немного расправляем, убираем шпажку, затем уже на столе в круговую также делаем надрезики. Такая шишка должна при комнатной температуре полностью застыть, а затем уже кистью можно сделать небольшое белое напыление. Либо диоксидом титана, либо же обычным белым кремом. То есть я делала это напыление с помощью кисти и творожного ганаша. В итоге получаются симпатичные шоколадные шишки. Из этого же пластичного шоколада можно сделать шоколадные бубенцы. Просто скатываем кусочек пластичного шоколада, опять же таки, желаемого размера. Даем шарикам немного застыть, а затем покрываем золотым или серебряным кандурином. Сухой кистью с сухим кандурином. Мастихином или ножом делаем надрезы крест-накрест и по краям этих надрезов отверстия. И все, бубенцы готовы. Они делаются очень просто, а смотрятся на торте эффектно. Переходим к декору из изомальта. Конечно, в этом случае можно использовать любой вид карамели, который вам нравится. Медовая карамель, либо карамель с использованием глюкозного сиропа. Я привыкла работать с изомальтом, поэтому я буду делать этот декор именно из изомальта. Еще и по той причине, что изделия из изомальта не имеют желтоватый оттенок. Но если, конечно, вы не перегрели изомальта. Для начала из мастики вот такими вот плунжерами снежинка. Продаются они, кстати, тоже в любом кондитерском магазине. Я вырубаю снежинки среднего и маленького размера. Средних мне понадобится на одну елочку три снежинки, а маленьких четыре. Если нет таких плунжеров, ничего страшного. Елочку можно сделать теми же маникюрными ножницами по тому же принципу, что и делали шишку. Начиная со среднего размера, насаживаю снежинки на шпажку. По итогу получается у меня вот такая вот симпатичная елочка. Даю ей полностью подсохнуть. А пока займусь карамельным шаром. Изомальт я растапливаю в кастрюльке с толстым дном. Лучше всего топить изомальт на огне чуть выше среднего, но постоянно помешивая. Как только все крупинки разойдутся, он у вас станет прозрачным. Если этого не произошло, значит остались микрочастицы, которые не растопились. Подержите еще на плите, но постоянно мешайте, чтобы он у вас не начал гореть, иначе приобретет желтый оттенок. Так вот, как только все растопилось, оставляем в покое, чтобы все пузырьки у нас ушли. Если же кое-какие пузырьки остались на поверхности, то можно их убрать горелкой. В изделиях из изомальта мне пузырьки абсолютно не мешают, они мне наоборот нравятся. Но крупные пузырьки все же можно убрать. Для карамельного шара мне нужна будет силиконовая форма. Это форма полусферы. Я взяла самый большой размер, это 6 сантиметров в диаметре. И для того, чтобы мне удобнее было проворачивать карамель в форме, я две ячейки отрезала. Для собственного же удобства пришлось пожертвовать формой. Но она также функционирует, то есть просто я отделила две ячейки от основной. В две ячейки наливаю изомальт, примерно где-то 2 столовые ложки, или еще можно ориентироваться так, 1 треть формы. Но не заливайте больше двух ячеек, так как у вас все равно не хватит времени для того, чтобы заняться всеми полусферами. По очередности я распределяю изомальт в ячейках очень-очень аккуратно. Здесь все зависит от практики. У меня тоже не с первого раза получились аккуратные полусферы. Излишки можно стряхнуть на силиконовый коврик. Если кое-где изомальт начал застывать, то можно помогать горелкой. Вот такие потеки я тоже немного подплавляю, потом обрезаю ножом, но не до конца. Все равно до конца изомальт прорубить ножом не получится. Просто потом, после застывания, я их с легкостью могу отломить. Даем полностью застыть изомальту. Извлекаем полусферы из ячеек. Обязательно это делаем в перчатках, иначе останутся отпечатки пальцев. Далее прикрепляю с помощью изомальта, либо еще можно использовать просто горелку. Прикрепляю елочку, а вернее шпажку к изомальту. Жду, пока застынет. На плите нагреваю сковородку. С помощью этой горячей сковородки я подтапливаю края второй полусферы. И присоединяю к полусфере уже с елочкой. Если вдруг что-то не получается с первого раза, не расстраивайтесь. Эти полусферы из изомальта можно опять же таки подтопить. Только смотрите, чтобы они не пожелтели, чтобы не перегрелся изомальт. Подтапливаем на медленном огне. Опять ждем, пока уйдут пузырьки. Заливаем формы и пробуем. Если не вертеть ячейку и равномерно не распределять изомальт, то у вас получится эффект линзы. То есть весь изомальт скопится на дне ячейки и получится такая толстая линза. Елочки видно не будет. Именно для этого мы аккуратно вертим в разные стороны эту форму и распределяем равномерно изомальт. Шар получился очень даже ничего. И вот эти вот пузырьки у изомальта, они напоминают снег. Вот как знаете, есть же такие сувениры снежный шар. Вот его трясешь и там снег падает. Вот такой же эффект получается. Из изомальта еще можно сделать украшение попроще. Это обычные леденцы. Окрасить растопленный изомальт в желаемый цвет. Я выбрала синий. Кстати, все красители, которые я использовала, я их название укажу ниже в описании. После того, как растопили изомальт, мы опять же таки ждем, пока он немного остынет. И здесь дело даже не в пузырьках, а в том, что чем ниже температура, тем изомальт плотнее. Соответственно, при заливке леденца он более равномерно распределяется по коврику. То есть леденец имеет более ровные края. Но заливать следует ложкой в одну точку, стараясь. Сразу же вставляем палочки и украшаем. Либо это может быть посыпка. Ее следует прикреплять тоже к незастывшему еще изомальту. Либо же я буду использовать вот такие вот подсохшие снежинки из мастики. Леденцы у меня еще горячие. Прикрепляю снежинки прямо к изомальту и оставляю полностью застыть. В итоге получаются вот такие вот симпатичные леденцы. Далее переходим к самому, что ни на есть, натуральному декору. Это у нас будут сушеные фрукты. Сушила я их двумя способами, чтобы вам наглядно показать итог, какого из способов более симпатичный. Сушить я буду апельсины. Захотелось мне еще попробовать высушить лимон и яблоки. Режем кружочками. Толщина кружка должна быть где-то 4, но не больше 5 миллиметров. Выкладываю на армированный силиконовый коврик. Если у вас такого нет, можно на обычном пергаменте это делать. Духовку ставлю разогреваться до 65 градусов. Режим ставлю низ сверх плюс конвекция. Если нет конвекции, то почаще приоткрывайте дверцу духовки. В газовой духовке тоже можно сушить. Выбираем низкую температуру, примерно 50. И сушим при открытой дверце. Я в своем духовом шкафу сушила фрукты сначала 5 часов, потом у меня было несколько часов перерыва. Так как была ночь, я на ночь выключала духовку. И затем еще 5 часов. В итоге вот такой вот получился результат. Я использовала еще один способ. Это высушить фрукты с помощью дегидратора. Своего у меня нет, поэтому я взяла у свекрови на сутки. Также нарезала фрукты. И сушились они у меня в дегидраторе 7 часов. Результат, конечно, более симпатичный, я вам скажу. Особенно яблоки очень сильно отличаются. Лимон, кстати говоря, мне вообще не понравился на внешний вид. Края таких элементов для декора можно покрыть кондурином, разведенным в водке. И очень даже симпатичный вариант получится. Ну, такое небольшое дополнение к декору. Переходим к следующему декору. Это у нас будет еловая ветка. Мы ее будем делать из вафельной бумаги. Таким же способом можно сделать ее из мастики. Я когда-то делала пример, вы видите на фото. Берем тонкую вафельную бумагу. Нам ее необходимо окрасить. Я буду окрашивать с помощью аэрографа. Можно это сделать кистью. В общем, любым удобным для вас способом. Единственное, что краситель я разбавляла в спирте, а не в водке. Чтобы было поменьше влаги. Распылила краситель по всему листу с двух сторон. Спирт моментально улетучился. И этот лист уже готов к работе. Нарезаю на полоски по 5 сантиметров шириной. Складываю их вместе. И ножницами делаю надрезы до половины ширины листа. Достаточно часто, чтобы веточка у нас была такая пышная. Далее мне понадобится флористическая проволока. Я взяла номер 22. Можно и 24 использовать. Проволоку нарезала на отрезки. И надрезанные вот эти вот полосочки Я начинаю с помощью водки приклеивать к основанию. То есть к проволоке. В самом начале, сделав несколько оборотов, Прижмите пальцами к проволоке вафельную бумагу. Подождите немного, чтобы она прикрепилась именно к проволоке. А затем уже по спирали, не забывая смачивать водкой вафельную бумагу, Я полностью наматываю ее на проволоку. Будет казаться, что это невероятно сложно. Она не крепится, может быть даже где-то рвется. Продолжайте. После того, как вы полностью намотаете вафельную вот эту вот ленту на проволоку, Оставьте в покое ее минут на 20-30. Водка испарится, и все это хорошо прикрепится к основанию. Сделав несколько маленьких веточек, я их собираю в одну большую ветку. Для этого использую тейп-ленту. У меня была широкая тейп-лента. Мне с такой шириной не очень удобно работать, Поэтому я практически всегда разрезаю ее либо пополам, либо прямо на три части. Скручивающими движениями наматываю тейп-ленту. Получается вот такая вот ветка. Да, это декор условно съедобный. Вафельная бумага, конечно, съедобная, но кушать ее не обязательно. Но такая веточка невероятно красиво и эффектно смотрится на торте. Следующий декор это новогодние шары. Это у нас будут пирожные. Те же кейк-попсы, только вот в виде елочных шариков. Для приготовления таких шаров можно использовать крошку от абсолютно любого бисквита. У меня была от карамельной девочки. То есть оставались коржи. Я их измельчала в блендере. А затем эта крошка хранилась у меня в морозилке в контейнере. Крем тоже можно любой использовать. Ну, например, творожный сыр, немного сливочного масла и сахарная пудра. Я же использовала самый стандартный, невероятно простой. Это вареная сгущенка и сливочное масло. Взбив сливочное масло, я добавила вареную сгущенку. Главное, чтобы ингредиенты были одной температуры. Затем смешала с бисквитной крошкой. Получилась вот такая вот масса для лепки. Накатала шариков. Получилось у меня 4 больших шарика по 70 грамм. Можно использовать весы для того, чтобы шары были одинаковые. И один маленький шарик весом 25 грамм. В шары вставляю коктейльные трубочки бумажные. Почему бумажные? Потому что они плотнее. И еще почему не шпажка, а именно коктейльная трубочка? Потому что она толще. Так вот, в шоколад макивать не надо, как при изготовлении кейк-попсов. Просто вставляю и отправляю в холодильник. Не в морозилку, а именно в холодильник. Час они примерно там должны провести. Покрывать мы их будем смесью шоколада и растительного масла. Растапливаем белый шоколад в микроволновке. Можно и на паровой бане. Главное, не перегревайте его. Если будете ориентироваться на температуру, то примерно где-то до 42 градусов. Там он уже полностью расходится. Добавляю растительное масло. Перемешиваю и окрашиваю. Шоколад окрасить можно любым жирорастворимым красителем. Я же окрашиваю гелевыми красителями. Все прекрасно получается. Цвет использовала Red Red. Хорошо, просто активно мешаю. Если окрашивать большое количество шоколада, то бывает, что частички не все расходятся. Можно просто перебить погружным блендером массу. И цвет станет более равномерным. Никаких краплений, никаких частиц красителя не останется. Массу переливаю в стакан. Так будет удобнее покрывать кейк-попсы. Хотя я вам честно признаюсь, большие кейк-попсы сложнее покрывать глазурью, чем маленькие. Кстати, если вы чувствуете, что шоколадная масса стала гуще, то можно ее немножко разогреть в микроволновке. Прям чуть-чуть короткими импульсами. Окунаю кейк-попс в шоколад. Очень аккуратно действую. Туда-сюда вертеть, конечно, можно, но есть большая вероятность, что у вас с этой коктейльной трубочки слетит кейк-попс. Так как мы его шоколадом не крепили. Поэтому я в основном стучала либо по руке, либо по стакану трубочкой, чтобы сбить лишний шоколад. Как только шоколад перестал течь с кейк-попса, переворачиваю на силиконовый коврик. Аккуратно помогаю зубочисткой, убираю коктейльную трубочку и продолжаю покрывать следующие кейк-попсы. Я сделала кейк-попсы двух цветов. Прикрепила к ним снежинки из мастики. Если плохо клеются, то можно использовать кондитерский клей. Также добавила мастичные верхушки на елочные игрушки. Покрыла их серебряным кандурином, разбавленным водки. И еще попробовала сделать на одном из шариков, попробовала сделать мазки тем же кандурином. Ну, так скажем, как вариант, пусть будет. Я цепляла мастичные элементы сразу, не дожидаясь, пока у меня шоколадное покрытие застынет. А для того, чтобы она застыла, ну, так скажем, стала более стабильным, отправляем кейк-попсы в холодильник. И еще такая пометочка, почему нельзя кейк-попсы отправлять в морозилку для застывания. Потому что после того, как вы их из морозилки достанете и покроете шоколадом или шоколадной глазурью, большая вероятность того, что выступит конденсат потом на покрытии. Поэтому лучше дольше, но в холодильнике застывают. Такие шарики могут быть как самостоятельным десертом, так и отличным декором для новогоднего торта. Ну и напоследок, я оставила снежки из маршмеллоу. Это только кажется, что маршмеллоу очень долго и муторно готовить. Нет, нам нужен будет желатин. Я использовала желатин быстрорастворимый. Заливаю его половиной от общего количества воды. Обязательно используем холодную воду. В описании у меня указано 125 мл. Так вот, где-то 65, ну может быть 70 мл. Именно я использую для желатина. Отставляем пока в сторонку. Оставшуюся воду заливаем в сотейник. Туда же добавляем сахар. Глюкозный сироп. Можно использовать и инвертный сироп. В описании я тоже укажу ссылочку на видео, где я делаю инвертный сироп. Делается он тоже очень просто. Также еще нужна будет соль. Все перемешиваем. И ставим на средний огонь. Пока масса еще не закипела, можно периодически помешивать. Но как только она закипела, оставляем в покое. И убавляем огонь на минимум. Здесь же, если у вас нет термометра, то оставляем массу вот так вот немножечко кипеть на плите в течение 7-8 минут. Но если есть термометр, то можете измерить. Температура должна быть у сиропа примерно где-то 110-113 градусов. У меня получалось маршмеллоу и когда сироп был 110, и когда 113. Но у разных источников разные цифры. И также получалось маршмеллоу, когда у меня еще не было термометра. Я просто ориентировалась на время. 7-8 минут. Пока сироп доходит до своей температуры, распускаем желатин в микроволновке, либо на паровой бане. Переливаем в другую чашу, где мы будем взбивать маршмеллоу. Она должна быть соответствующего размера, так как у нас масса увеличится. В общем, переливаем туда желатин и начинаем взбивать на самой маленькой скорости миксера. Взбиваем в течение 1-2 минут и тонкой струйкой вводим горячий сироп, прям только что с плиты, вводим в желатин, не прекращая взбивать. Скорость миксера в этот момент минимальная. Затем, когда полностью уже сироп весь в чаше, мы постепенно увеличиваем скорость миксера и взбиваем уже на самой большой скорости миксера до тех пор, пока у вас масса прям не начнет наворачиваться на венчике. По времени, к сожалению, я вам здесь подсказать не смогу, так как мощность миксера у всех разная. У меня он достаточно бешеный, поэтому все произошло очень быстро. Лучше ориентироваться именно на консистенцию. Заранее необходимо подготовить формы. Это формы полусферы. Можно сделать снежки разного диаметра. Для этого нужны будут разные формы. Я использовала формы с ячейками в диаметре 6, 5 и 3. Каждую ячейку необходимо смазать растительным маслом. Закончив взбивать, мы переносим сразу в кондитерский мешок массу и заполняем ячейки. Конечно, желательно, чтобы поверхность полусферы была ровной. Но либо это сразу после заполнения каждой ячейки нужно выравнивать поверхность, либо же я после того, как все заполнила ячейки, в кипятке смачивала металлическую лопатку, насухо вытирала и выравнивала поверхность каждой полусферы. Еще попробовала вариант смазать растительным маслом нож и срезать, но вариант с горячей водой и металлической лопаткой более удачный. Для того, чтобы маршмеллоу стабилизировалось, мы форму отправляем в холодильник примерно где-то на полчаса. Пока приготовим смесь для того, чтобы обваливать наши снежки. Это в равных пропорциях сахарная пудра и кукурузный крахмал. Присыпав руки этой смесью, я извлекаю каждую полусферу. Две полусферы соединяю между собой. Они достаточно хорошо липнут друг к другу. И каждый снежок обваливаю в смеси крахмала и сахарной пудры. Только одними этими снежками можно полностью оформить торт, а также они могут быть и самостоятельным десертом. Они очень нравятся детям. На сегодня у меня все. Если это видео было для вас полезным, или вам просто понравилось наблюдать за процессом, поставьте пальчик вверх, мне будет очень приятно. А я, как всегда, желаю удачи в ваших начинаниях. Не бойтесь экспериментировать. Всего вам самого-самого доброго! Продолжение следует...